Рязанский спортсмен Александр Пшеничных на первенстве мира по самбо боролся против самбиста монгольского. Схватка закончилась быстро, вспоминает Александр. Буквально через две минуты он сделал болевой и победил. Позже он скажет, что из четырех схваток на первенстве мира финальная была самой запоминающейся, когда до кону было все, и награды, и категория. После победы Александр Пшеничных стал мастером спорта международного класса. Уже был призером Передества России по студентам, также победителем Кубка мира посреди студентов, а также неоднократно Передества ФОС среди молодежи, юниоров. И сейчас вот на данный момент выиграл Передества мира среди юниоров. То есть пока это лучший результат на данный момент. Тренер рассказал, что тренировки у самбистов проходят шесть раз в неделю. Он зачастую и утром, и вечером. Выходной всего один, в воскресенье. Правда, и сами тренировки бывают облегченные и сложные. При первых происходит обучение самбистов и совершенствование техники. Сложные же тренировки обычно бывают перед соревнованиями. Здесь и нагрузка побольше, и идет очень много борьбы. Или, как говорят сами спортсмены, на барывание. К данным соревнованиям я подошел ответственно. За месяц я уже начал гонять вес, так как я в данной весовой категории гоняю по 8 килограмм. Вот, гонял вес. В зале у меня было по две тренировки в день, утром, вечером. Еще я ездил на сборы к столу, учебный тренировочный сбор. Там тоже по две тренировки в день. А перед самим вылетом в Ташкент у меня были сборы в Новогорске, недельные. Там тоже по две тренировки в день. Александр Пшеничных занимается самбо с 7 лет. В спорт его привел отец, который сам тренер. Мальчику понравилось и теперь занимается уже 12 лет. После победы тренировки не заканчиваются. Пока что у Александра они облегченные. Однако уже в феврале будет отбор на первенство России, где самбисту вновь предстоит показать себя. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.